С тех пор, как в городе пошли слухи о сносе этой старой стены, местные краеведы приходят сюда едва ли не каждый день. Для них это не просто фрагмент старинной кирпичной кладки. На противопожарном ограждении 19 века уникальные надписи, датированные 1941 годом. Враг будет разбит, победа за нами. И дата, судя по всему, 16-е, 7-е 1941 года, то есть это за месяц до того, как Гомель захватили фашисты. По одной из версий, надписи оставили бойцы Красной Армии, которые 75 лет назад держали оборону на подступах к мосту через Сош. И это место, по словам историков, должно стать знаковым и для ветеранов, и для юного поколения гомельчан. Но проблема в том, что фронтовая стена примыкает к дому, который по решению местной власти вот-вот должны снести. Каждый год мы празднуем 9 мая, другие какие-то события связаны с Великой Отечественной войной. А когда находятся такие живые свидетельства, маленькие фрагменты чьего-то личного восприятия войны, то в городе не находится средств, сил сохранить это. Не меньшую ценность для историков представляет и сам дом. В 19 веке его построили гомельские старообрядцы. Грязные наличники и карнизы – это символы старого города. Однако в районной администрации точку зрения краеведов не разделяют. Здание не является памятником архитектуры. Нет статуса, нечего и обсуждать. На этом месте собираются построить многоэтажку. Решением Гомельского городского исполнительного комитета данный жилой дом признан несоответствующим санитарно-техническим требованиям, непригодным для проживания и подлежащим сносу после полного расселения жильцов. По нашей информации, какой-то исторической ценности, архитектурной ценности он не представляет. Жильцов уже начали расселять. Две семьи недавно переехали в новые квартиры. Только Ирина Пилипенко, несмотря на решение суда, продолжает проживать в старинном здании и отказывается принимать предложения властей. Этот дом пережил войну, пережил 17-й год. А просто так снести, мне кажется, это неправильно. В Музее военной славы также против сноса. Не так много в городе исторических сооружений. Сотрудники учреждения предлагают сохранить, если не весь дом, то хотя бы стену с надписями. Этот вариант мог бы устроить и краеведов, и чиновников. Ну, конечно, это предмет эпохи. И всякий здравомыслящий человек должен стараться сохранить историю. Есть такая возможность, скажем, разобрать ее аккуратно и перенести, фрагментарно установить в нашем музее. Историки категорически против переноса. С предложением сохранить старинное здание и стену, они намерены обратиться в горы с полком. Пока же вся надежда на инвестора. Если удастся найти средства на ремонт дома и благоустройство прилегающей территории, аргументов в разговоре с чиновниками будет больше. Главное, успеть это сделать до того, как на площадке появится строительная техника. Максим Вечерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомель.